К нашему эфиру присоединяется Валерий Рябых, военный эксперт. Валерий, приветствуем вас на Freedom. Здравствуйте. Добрый вечер, ведущий, добрый вечер зрителей. Ну давайте начнем тогда с последнего сообщения по поводу этой так называемой эластичной обороны, которую вот так оценили западные аналитики. В частности, об этом говорит The New York Times. И это россияне применяют на юге. Насколько вот она эффективна, насколько нова эта стратегия, и как на нее могут реагировать украинские военные? По-моему, уже до таких вот эластичных оборон россияне прибегали не единожды, и тем не менее продвижение украинских войск все-таки есть. Ну, россияне на себе пробовали эластичную оборону, когда они потеряли первый состав своих боевых подразделений, которые втянулись в эту сорокомасштабную авантюру, которую развязал режим Путина против Украины и против всего мира. И когда в одночасье вооруженные силы Украины уничтожили практически вот те подразделения боевые, которые в государстве агрессори готовили долгие годы. Что касается вот заключения того, что враг ведет эластичную оборону, это похоже. Но нужно сказать, что это вот термин, который не широко распространен. Эластичная именно оборона, это более применяется в английском языке. Для русского языка более подходящий термин – это глубокая или глубинная оборона, или, допустим, оборона из глубины. Но это говорит о характере обороны, когда она готовится, во-первых, на всю глубину, и приоритет отдается не первой линии, где, как правило, располагаются не самые элитные боеспособные подразделения, и предполагается, что, скажем, создаются пути отхода и различные тактические ухищрения, как огневые мешки, допустим, минные ловушки и прочие, которые, ну, якобы по замыслу должны заходить противники, что должно способствовать обороняющимся войскам, скажем так, решать их задачи, именно сдерживать наступление и ослаблять наступательный потенциал противника до того момента, пока вот этот потенциал наступательный не иссякнет, и уже тогда можно будет, использовав резервы, совершить контратаки и отбросить противника. И вот тут классический пример вспоминается, что вот такой эластичной и глубинной обороны – это пример Курской битвы, когда именно вот подобным образом действовало советское командование и, скажем так, истощив огромный наступательный потенциал противника, а потом, введя резервы, откинули уже далеко-далеко от ранее занимаемых рубежей. Ну, если вот касаться конкретной ситуации, здесь сама конфигурация построения обороны в несколько линий, которые созданы на всю глубину, она, конечно, и предполагает вот ведение подобной обороны и, конечно же, об этом осведомлено и командование вооруженных сил и тактические подразделения. Именно поэтому сейчас перешли к тактике малых групп и продвижение идет, нужно сказать, что сейчас как раз вот именно в Украине отрабатывается технологический этап ведения войны, когда солдат не идет на поле боя вслепую и его сопровождает постоянно беспилотный летательный аппарат, отслеживает тактическую обстановку и противнику очень тяжело реализовать как раз вот эту тактику глубинной обороны, потому что здесь вооруженные силы Украины также предполагают, понимая возможные действия противника, предполагают свои уловки и различные мешки. И, допустим, когда противник хочет ввести в бой свои резервы, то, наблюдая за этим в реальном режиме времени, что позволяют имеющиеся в распоряжении вооруженные силы Украины средства разведки нанести упреждающий удар и в корне, скажем так, отбить желание далее наступать. И такие случаи мы наблюдали, и об этом есть видео свидетельства в свободном доступе. Ну, все-таки, если говорить, я так понимаю, что вот эти три линии обороны, это больше всего актуально, наверное, для южного направления. Сейчас мы видим вот возле работе, но в том числе, достаточно динамичная ситуация. Вот можем мы сейчас ее как-то охарактеризовать? Ну, ситуация динамичная. И, конечно же, судя по конфигурации, противник именно рассчитывает на то, чтобы втянуть как можно больше подразделений вооруженности Украины в узкое место и потом предпринять, скажем так, какие-то действия для того, чтобы совершить контрнаступательные действия или охват наших подразделений. Но дело в том, что как раз у противника подобных возможностей сейчас мало для того, чтобы реализовать все преимущества, которые дает именно стратегия вот этой глубинной эластичной обороны. И это также связано, конечно же, с тем, что Украина использует вот эти разведывательно-ударные контуры, которые позволяют, во-первых, отслеживать противника и наносить упреждающие удары по выдвигающимся подразделениям противника вот как раз еще в момент задумки реализации. И именно это позволяют технические средства. Но, кроме того, мы видим, что сейчас для того, чтобы не дать противнику преимущество подобное вороне, поддерживается напряжение по всей линии соприкосновения, что предупреждает противника от возможности перебрасывать достаточные резервы для того, чтобы реализовать подобный тактический или оперативный замысел и использовать какие-то преимущества. Но тут нужно сказать, что вот этой же эластичной обороны есть еще и недостатки. Потому что, во-первых, для того, чтобы действовать в подобных условиях, это должны делать профессиональные подготовленные подразделения, мотивированные и, в принципе, хорошо оснащенные. Потому что постоянные отступления, они все-таки сопряжены с различными факторами и психологического влияния тоже на военнослужащих и понимания, что, скажем так, наступление должно принести выгоды для обороняющей стороны. Но есть еще одно, скажем так, недостаток, который может влиять на полную реализацию вот этой тактики оккупантами на украинской территории. Это отсутствие, во-первых, глубины оперативной на данном направлении. И, по сути, вот для того, чтобы прилезать в какой-то крупный замысел вот этой стратегии, не хватает просто глубины. Потому что противнику реально там отступать некуда. И каждый километр, который прорубает сейчас вооруженные силы Украины, он влияет на способность оккупантов обеспечивать логистику своих подразделений. И, конечно же, все это влияет и на боеспособность войск. Ну и, кроме того, над противником давлеет также вот тот стереотип, скажем так, который был выработан российской пропагандой, как мы это видели в районе Бахмута, когда создалась вот эта священная корова Бахмута, которую нельзя сдать. И сейчас противник вынужден удерживать его, этот многострадальный город, любой ценой, принося все новые и новые жертвы из числа мобилизованных и недостаточно подготовленных военнослужащих, которые, ну, кстати, достаточно плохо подходят именно для реализации вот стратегии эластичной обороны. Валерий, мы об этом уже говорили в нашем эфире. Давайте еще раз напомним нашим зрителям, что в российской армии с минувшей ночи еще минус один комплекс С-400 «Триумф» в этот раз уже в Белгородской области. Давайте с вашей помощью оценим дыру, которая образовалась в российской ПВО. Каков охват территории таким комплексом? Ну, смотрите, это, в принципе, можно рассматривать как предвестник в дальнейших каких-то действиях на этом направлении. Мы видели подобные результаты как раз сил обороны Украины на крымском направлении, когда целенаправлено действие по подавлению противовоздушной обороны противника привели к последующим ударам по тем же аэродромам и, в конечном счете, по уничтожению и обезглавливанию командования Черноморского флота, нанесению ударов по единственному сухому доку в Севастополе и уничтожению также двух боевых единиц Черноморского флота. И, конечно же, здесь нужно сказать, что комплекс X-400, он, в принципе, обеспечивает оборону, это комплекс дальнего радиуса действия. Ну, как правило, там, скажем, вот эта цифра в названии, она определяет возможность выявления этим комплексом воздушной угрозы. Естественно, по малоразмерным целям эти параметры менее. А касательно уничтожения, допустим, целей противника из реальных, они могут находиться в пределах 200-250 километров по воздушным целям. Ну, конечно, по баллистическим целям этот радиус, он сужается до 40-30 километров. И тут нужно сказать, что вот очередное уничтожение комплекса X-400, причем уже совершенно по другой методике, не такой, как, видимо, как мы видели, что применялось при уничтожении комплекса X-400 на территории Крыма, говорит об увеличении арсенала средств, которые используются не только там старыми вооруженными силами Украины, но и силами обороны Украины в целом. И как раз думаю, что вот эти средства, они корректируются по ходу и добавляются. И также для уничтожения подобных комплексов используется эффект внезапности. И то, что вот эти попытки успешны, тут, скажем так, как раз можно отдать дань и мастерству и фантазии наших защитников, которые применяют вот эти средства не по шаблону и не давая возможности противнику предпринять какие-то меры, которые бы после удачного предыдущего уничтожения подобной цели не допустить уничтожения этой цели на другом направлении. Но что касается вот, допустим, того же комплекса X-400 в Белгородской области, нужно отметить, что вот этот комплекс мог быть уничтожен в том числе как и средство нанесения террористических ударов по территории Украины. Прежде всего, конечно, тут мы говорим о Харькове, о Харьковской области, потому что этот же комплекс X-400, он, например, использовался государственным террористам в начале этого года, как свидетельствуют те данные, которые появились в открытом доступе из территории Брянской области, даже по Киеву. Когда как раз вот этими ракетами, которые летят по баллистической территории, и на то время не могли сбиваться от имеющейся в Киеве системы ПВО, они привели к гибели гражданских лиц. И я не исключаю, что вслед за Белгородской ПВО такой же удар может получить и террористическая С-400, которая там прикрывает Брянскую область, и это будет также закономерным, скажем так, действием со стороны службы безопасности Украины, которая, ну вот, делает адекватные действия в ответ на действия террористов. Валерий, давайте еще напомним нашим зрителям об еще хорошей одной новости минувшей ночи. Это спецоперация ГУР Минобороны Украины в Крыму. Пока что никакой конкретики. Тихо пришли, сделали все, что нужно, тихо ушли. У меня такое впечатление складывается, что в генеральном штабе начали серьезно задумываться об освобождении Крыма непосредственно из Крыма. Ну, а если без фантазии, без конкретики, для чего служат такие операции? В чем они показательны? Ну, тут нужно сказать, что, опять же, мы говорим о нешаблонности действий вооруженных сил Украины. И если кто-то думает, что вооруженные силы Украины ведут наступательные действия только на сухопутной территории, и, в частности, основные боевые действия сосредоточены в районе Работиного или в других местах на южном направлении, это, конечно же, очень важно, но в это время происходят и другие действия, которые можно охарактеризовать, как раз активные действия во многих доминах одновременно. Это и на сухопутном участке, на морском участке, в воздухе, в киберпространстве, ну и, скажем, в информационном пространстве также. И, конечно же, вот подобные операции, они могут влиять на несколько еще вот этих же доминов, где в дальнейшем будет развиваться успех. И сама демонстрация возможностей, она уже имеет, скажем, большой эффект, в том числе и для тех людей, которые ждут приход вооруженных сил Украины и возвращения Крыма в состав Украины и его полную деоккупацию. Это, конечно же, мотивирует тот движение сопротивления, которое также активно действует на территории временно оккупированного Крыма. И это, конечно же, вот приводит к каким-то еще изменениям, которые могут потом повлечь и дальнейшие какие-то действия. Мы видели предыдущую подобную высадку спецназа Главного управления разведки в преддверии празднования 24 августа, Дня независимости Украины, который отмечался 24 августа. И тогда за вот теми операциями мы узнали потом и уничтожение позиционного района С-400, а также средства разведки, радиоразведки, которые противник использовал на этом направлении, что в целом привело. К этому предшествовало также ослепление противника как раз в северной части Черного моря, когда была проведена операция на вышках Бойко. И сейчас мы видим, что зафункционировал тот же зерновой коридор, который позволяет, ну, скажем так, возвращаться к экономической деятельности в северо-западной части Черного моря. И именно из-за того, что как раз вот способность того же Черноморского флота к выполнению его каких-то там террористических действий, она была очень сильно поубавлена. Валерий, я хочу уточнить по поводу работы наших спецслужб. Вот о том, что все больше россиян хотят сотрудничать с Украиной, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, количество желающих увеличилось после двух успешных операций. Речь идет о Синице с российским пилотом, вертолетами Восемь и Барыня, когда кадровый военный убедил 11 других россиян сдаться добровольно в плен. Послушаем небольшую цитату и вернемся к обсуждению. После каждой такой операции россияне видят, что Украина придерживается своих обязательств, что Украина – это цивилизованное государство, где выполняются Женевские конвенции и работает международное гуманитарное право. Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины. У нас буквально 2 минуты остается, но тем не менее, я так понимаю, что вот эти спецоперации уже говорят о некой тенденции. То есть сначала был пилот с вертолетом, а теперь уговаривают еще 11. То есть эти примеры, они показательны для россиян, которые сейчас воюют? Да, и тут как раз вот пример по операции Синицы. Он вдохновил и другого военнослужащего российской террористической армии, который осознал всю пагубность своего участия в неспровоцированной войне против Украины, и который вместе с семьей выехал на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сдался в посольство Соединенных Штатов Америки. Это все звенья одной цепи. И это, конечно, вот успешная реализация подобных операций, она способствует падению вот этого занавеса информационного, которое сейчас есть, создан искусственно в Российской Федерации, где большинство населения зазомбировано, и реальная информация о вот этой несправедливости, неспровоцированной войне Российской Федерации против Украины, она мало доходит. Конечно же, подобные операции, они все-таки позволяют прорвать. И прежде всего, конечно, через самих военнослужащих, которые вот по той солдатской почте из уст в уста передают вот подобные положительные примеры, когда реально ты можешь выйти из этого замкнутого круга, когда тебя гонят на эту несправедливую войну, и можешь не только выйти, скажем так, чтобы не совершать вместе с руководством Российской Федерации военные преступления, но еще на этом деле заработать. Если ты приедешь и сдаться на машине, на танке, на самолете, получишь гарантированное вознаграждение, и это позволит потом обеспечить нормальную жизнь. И самое главное, что не участвовать в тех военных преступлениях, срока сдавности, за которые нет. И вот, к сожалению, вот это еще не многие понимают, но постепенно осознают это и делают вот такие верные шаги. Валерий, спасибо вам большое за ваш анализ, за то, что присоединились к нашему эфиру. Наше время, к сожалению, стекло на общение. Валерий Рябых, военный эксперт, напомню, с нами был на связи, говорили о том, каким был 588-й день полномасштабного вторжения. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.